Добрый день, в эфире телеканал НТС новости в студии Елена Яковлева. Вопрос границ можно решить только обменом участками. И горные зоны откроют не только на Иссыкуле, но и во всех областных центрах. И если тарифы на свет оставить как есть, то в следующем году Токтагульская ГЭС прекратит свою работу. Президент Садыр Джапаров в интервью одному из госканалов сделал несколько заявлений. Глава государства также прокомментировал недавнее похищение двух кыргызстанцев на границе с Таджикистаном. Подробности далее. Границы, казино и тарифы. В 20-минутном интервью одному из госканалов президент прокомментировал самые обсуждаемые ныне в обществе вопросы. Вот уже несколько недель в топе горячих новостей митинги в нескольких приграничных с Узбекистаном районах. Жители ряда сел недовольны обменом участками. Карасуйцы и узгенцы выступают против передачи Узбекистану земель, примыкающих к Кемперабадскому водохранилищу. А лабукинцы считают, что участок Гаваса не должен быть предметом обмена, так как он и так принадлежит Кыргызстану. После встречи с митингующими глава ГКНБ Камчебек Ташиев сообщил, что в протокол, подписанный с узбекской стороной, теперь нужно будет вносить изменения. Такая реакция со стороны местных жителей, по мнению Садыра Джабарова, была ожидаемой. Потому что, говорит, вопрос границ сейчас обсуждается открыто, а не так, как раньше, скрытно и за закрытыми от общественности дверями. Но так или иначе, как заметил глава государства, чтобы окончательно решить проблему, придется пойти на обмен участками. Целостность и безопасность любого государства начинается с границ. Вы сами знаете, недавно на границе с Таджикистаном захватили двух наших молодых граждан. Их избили и допросили. Пытались узнать, сколько есть военных, сколько техники. Затем отпустили. Пока мы не решим вопрос границ, такие инциденты будут происходить. Такое было и до нас. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, должны решить вопрос границ. Эта проблема не решится в рамках земель только одного села. Если в одном селе мы отдали участок, то в другом мы можем взять вдвое-втрое больше или такой же участок. Так решается. Мы же государство. Если надо будет, мы можем отдать землю в Таласе, а в Баткине взять такой же участок. Или, к примеру, в Тюпе взять, а в Атбаши отдать. Вопрос границ решается таким способом – обменом участками. Если в одностороннем порядке стоять и требовать, чтобы вопрос был решен только в нашу пользу, сдвига не будет. Вопрос делимитации и демаркации границ должен быть урегулирован только путем переговоров. Конечно, местные жители могут выражать свое недовольство, говорить, что неправильно получилось. Мы должны считаться с мнением народа, учитывать все и продолжать работу в этом направлении. Раньше все вопросы границ обсуждались за закрытыми дверями. Тайно подписывались документы, проводили через парламент. И народ узнавал лишь после того, как начинали устанавливать проволоки. Мы не хотим делать так, как делали это предыдущие правители. В принципе, все должно было делаться секретно. Но мы, вы сами видите, считаемся с народом. Вопрос не решается только тем, что Ташиев подписал протокол. Вообще, весь процесс состоит из четырех этапов. Сначала все вопросы изучает и согласовывает рабочая комиссия. Потом они приносят документы президентам. Если президенты согласны, то отправляют документы в парламенты. А если не согласны, возвращают документы рабочей комиссии с требованием решить вопросы. И они продолжают работать. А если нет, то в парламентах идет ратификация соглашения. И только потом президенты его подписывают. И только после этого считается, что вопрос окончательно решен. Разумеется, журналист, берущий интервью у президента, не мог не спросить у него про тарифы на свет. Эта тема с прошлой недели остается самой обсуждаемой. Энергетики, напомним, предлагают разделить всех бытовых потребителей на несколько категорий. Для малоимущих семей поставить цену 74 тыина, то есть дешевле на 3 тыина, чем действующий тариф. Для живущих высоко в горах, в труднодоступных районах предлагают поставить тариф 1 сом 4 тыина. А для всех остальных бытовых потребителей поднять цену до 1 сома 48 тыинов. С предложениями энергетиков в интервью, напомнил президент, он согласен. И добавил, что он мог бы оставить все как есть, чтобы нравиться людям. Но иначе никак. Если не поднимать тарифы сейчас, то уже в следующем году страну может накрыть энергетический коллапс. Эта проблема тянется уже 30 лет. Не вчера же наступил кризис. Не я же вчера пришел и спустил всю воду. До нас брали кредиты, особенно за последние 10 лет. И тратили средства не на развитие сектора, а разворовывали. Сегодня общественность задается вопросом, почему ту воровали? А народ должен платить, мол, заставьте тех вернуть награбленные. На эту работу уйдет 1-2 года. Это все надо проверить, расследовать это нелегко. Определить и найти виновных через суд, заставить их вернуть награбленные. На это потребуется как минимум 2-3 года. А если мы будем так и сидеть, оставить все как есть, не менять тарифную политику, то в следующем году Токтагульская ГЭС перестанет работать. Тогда Кыргызстан лишится энергетики. Начнется жизнь, нужно будет собирать кизяки и сидеть при свечах. Поэтому мы идем на изменение тарифов с учетом условий жизни, разделяя по категориям. Иначе говоря, мы же превратились за 30 лет в капиталистическую страну. Безусловно, есть бедные, есть средний класс, богатые. Мы говорим, чтобы платили по справедливости. Были предложения. Я их недавно озвучил. И поручил, чтобы вопрос решили с учетом мнения народа. Но самое главное, мы говорим, чтобы убрали лимит потребления в 700 киловатт-часов. Прокомментировал Садыр Джапаров и вопрос про открытие казино в Иссык-Кульской области. И не просто прокомментировал обсуждаемую с прошлой недели тему, но и обнародовал до этого ее неизвестные стороны. Оказывается, президент за то, чтобы и горные зоны открыли не только на Иссык-Куле или в Баткене, но и в столице, и во всех областных центрах. Так, считает президент, можно организовать неплохой источник пополнения госбюджета. Депутаты, оказывается, являются инициаторами. Я это поддерживаю. Они указали, чтобы казино открывали только на Иссык-Куле и в Баткене. Я поручил аппарату внести предложение депутатам как дополнение, чтобы указали также Бишкек и все областные центры. Надо открыто сказать, казино у нас работали до 2015 года. Каждый кыргызстанец мог в них играть. Молодые наши граждане заходили и играли в автоматы днем и ночью. Все проигрывали. Используя это как причину, некоторые депутаты политики в то время начали шантажировать казино, угрожали им, если они не будут им платить миллионы, то их закроют. Те ответили отказом, что они и так платят налоги за каждый игровой стол или аппарат, что платят за лицензию по полтора миллиона долларов. Тогда депутаты одним абзацем приняли закон о запрете казино. Я прекрасно все это знаю. А сейчас почему мы поддерживаем этот законопроект, в том числе почему я поддерживаю? Я говорю, я требую, чтобы в законе прописали запрет для кыргызстанцев, чтобы ни один гражданин не мог войти в казино. Это будут игорные зоны только для иностранцев, для иностранных туристов. Вы сейчас видите, в каком состоянии экономика страны. Мы должны пополнять бюджет, чтобы исправно платить зарплаты, пенсии, пособия. Чтобы платить по внешним обязательствам, мы не должны бояться. Надо открывать казино. А то, что говорят, что открывают во время Рамазана, это харам? Это просто слова. Вот сейчас продается водка. Мы собираем налоги. Это что, харам? Собираем акцизные налоги. Берем налоги от тех, кто продает свинину. Это не харам? Я, конечно, не молдо, не ученый. Но казино, мне кажется, будет почище. Теперь мы будем собирать налоги с игорных заведений. Речь идет о поступлениях на миллиарды сомов. Сейчас, по словам президента, очень сложно привлекать иностранные инвестиции. И одной из причин, почему сложно, глава государства назвал недостатки в действующих законах. Поэтому, как заявил Джапаров, скоро в Джугарху Кенеш будут представлены не только обновленные кодексы в сфере уголовно-процессуального права, но и отдельный кодекс по привлечению и защите иностранных инвестиций. Манас Ачгитов, Владимир Кубалдиев, НТС. Один дома. Не фильм, а настоящая история с маленьким ребенком в микрорайоне Аламидин-1 в Бешкеке. Минувшая ночь пришлось взламывать дверь квартиры спасателям, прибывшим на плач ребенка. Их вызвала соседка, которая услышала, как долгое время малыш не может успокоиться. Она рассказала, что пыталась достучаться до соседей, но никто двери не открыл. Ей пришлось обратиться в МЧС. Оказалось, что в 2 часа ночи двухлетний малыш находился в кровати в квартире без взрослых. С помощью специальных инструментов дверь была вскрыта, малыша забрала милиция. Обстоятельства произошедшего выясняются. Не 15 и 19 суммов теперь хотят сделать оплату в маршрутных такси. Такие тарифы внес муниципалитет Бешкека на всеобщее обсуждение. Как отмечают в мэрии, предложения граждан тоже принимаются с тем, чтобы они могли высказать свое мнение относительно разработанного проекта оплаты. Среди предлагаемых вариантов от муниципальных служб первый – оставить все как есть. Второй вариант – в муниципальном транспорте сделать оплату 11 суммов, а в маршрутках 15. И третий вариант – в автобусах 15 суммов, в троллейбусах 11 суммов, а в маршрутках 19 суммов. Компанию по вакцинации «Спутник МВ» начали, но пожилые, кому положено. Эта вакцина толпятся в очереди. Об этом сообщают активисты. В прививочных пунктах в Бешкеке наблюдается скопление пенсионеров, которые даже составляют список очередности на получение прививки. Запись в нем доходила до 120 номера. Однако темпы приема граждан настолько медленные, что многие граждане в эти дни уходили, не дождавшись вакцины. Такая ситуация, например, наблюдалась у седьмой поликлиники в столице. Большинство из тех, кто часами стоял у входа, это бабушки и дедушки. Они признали, что ждали специально поставку российской вакцины, так как доверяют ее эффективности и безопасности. Ждать часами, как отмечают авторы информации, приходится и вакцинации китайским сенофармом. Кроме того, многим, кто дожидался своей очереди, отказывали вакцинации, так как пенсионеры, взяв с собой медкарточки и пенсионные, не приносили паспорта. Напомним, что спутник МВ пока прививают только лет старше 65 лет. Имеющейся поставки хватит на 10 тысяч человек. В ближайшее время ждается поступление еще 100 тысяч доз российской вакцины. Сенофарм же могут получить все желающие. Ее, напомним, применяют в 60 странах мира. В начале мая поступит еще около 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках программы COVOX. И на сегодня по республике, как отмечают в Минздраве, развернуто около 80 временных прививочных пунктов. В Бишкеке 10 пунктов. Однако российскую вакцину спутник ВИ можно получить только в трех из них. Школа Бишкека продолжает точечно закрываться на карантин из-за коронавируса. Всего учебный процесс на удаленке сейчас идет в 14 школах. На сегодня, как сообщает Управление образования, по их данным лечится 69 учеников и 24 учителя. Диагноз – внебольничная пневмония у одного школьника и семи педагогов. Со вчерашнего дня сняты с карантина и начали учебный процесс в реальном режиме четыре школы. Зато вместо них закрыли еще пять школ. При благополучном развитии эпид-ситуации в городском управлении планируют снять карантин с одной школы с 29 апреля и восемь школ с 4 мая. Тем временем медики продолжают отслеживать ситуацию с распространением коронавируса по стране. На сегодня 247 вновь заболевших. Больше всего по-прежнему в столице – это 147 человек. Сильный прирост также остается в Чуйской области – 79 человек. В других регионах ситуация более благополучная. За сутки лаборатории изучили 5159 проб на ПЦ-расследования. На сегодня в стационарах почти полторы тысячи пациентов. На дому лечатся от COVID более 1800 человек. К сожалению, еще пять человек скончались. Трое в Бишкеке и двое в Чуйской области. Экспертиза опровергла слова министра здравоохранения Лангадр Бишин-Алиева о причинах смерти скончавшегося замдиректора департамента консульской службы МИД Бахтияра Шакирова. Результаты сообщила столичная милиция, так как по факту смерти дипломата было возбуждено уголовное дело. Суд медэкспертизы установило, что умер Шакиров не от анафилактического шока, а от остросердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате резко выраженного атеросклероза коронарных артерий. Суд медэкспертизы лишь установило причину смерти, а что к этому привело, не сообщаются. В том числе и применение препаратов, таких как цевтриаксон. В этой связи пояснили в милиции назначенная дополнительная комплексная судебно-медицинская экспертиза с участием специалистов Минздрава. Напомним, Шакиров скончался 1 апреля. Известно, что он пришел в Центр охраны материнства и детства со своими лекарствами, где после капельницы уколов умер. В СМИ также появилась информация о том, что якобы Шакиров мог умереть при получении вакцины от коронавируса. Мочегонная и психотропная. В милиции рассказали, какие препараты пришли в посылки для президента Американского университета в Центральной Азии Эндрю Котчинса. Это два вещества – гидрохлортиазид и дексметилфенедат. Фенедат. Так, первое, как отмечают врачи, используется при повышенном давлении и отеках. Второе – стимулятор центральной нервной системы. Его применяют при синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Однако, как пояснили в Департаменте лекарственных средств республики, если препараты с гидрохлортиазидом активно используются в Кыргызстане, второе вещество не зарегистрировано, а значит запрещено к применению. В МВД к этому добавили, что содержимое посылки не соответствовало указанному перечню. В числе обнаруженных таблеток – психотропное вещество. В этой связи Андрю Качинцу вменяют статью о незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. Между тем, в самом попечительском совете университета объяснили ситуацию тем, что соответствующие лекарства одобрены для использования в Соединенных Штатах. И они были прописаны врачом Качинца в США для использования в связи с заболеванием. Лекарства были отправлены ему по почте из одной из крупнейших аптек США в ходе обычной деятельности. НДПК продолжает борьбу за свои мандаты в БГК. Напомним, Бишкекская ТИК сняла их с выборов, отменив их победу путем аннулирования голосов. За эту партию цик решения территориальной комиссии поддержал. В этой связи НДПК, как и обещали, обратились в суд. Они подали жалобу в административный суд Бишкека с требованием признать эти решения выборных органов несправедливыми. Напомним, столичная ТИК заявила, что получила от правоохранительных структур все материалы с доказательствами и показаниями свидетелей о том, что со стороны НДПК были нарушения закона в части подкупа и незаконного финансирования во время агитокомпании. Тем не менее, НДПК не согласна с обвинениями и отмечает, что законодательство не предполагает аннулирования всех голосов партии, и это возможно только лишь на некоторых участках. Когда суд рассмотрит эту жалобу, пока неизвестно. Там сообщили, что слушание пока не назначено. Тем временем, итоги выборов цик должен подвести до 2 мая. Глава Крыговского МИД Руслан Казакбаев встретился с руководителями арабских благотворительных фондов и организаций. Во встрече также приняли участие первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтовбекова. Министр поблагодарил представителей за многолетнюю деятельность фондов по улучшению положения наиболее уязвимых слоев населения и за реализацию проектов, направленных на укрепление социальной инфраструктуры страны. Особенно за помощь фонда в борьбе с COVID-19. В рамках этой поддержки страна получила скорые аппараты ИВЛ, рентгенаппараты СИЗ и многое другое. При этом Руслан Казакбаев отметил, что республика надеется и на дальнейшее сотрудничество. Во многих населенных пунктах сегодня остро стоит проблема со школами, ФАПами, чистой питьевой водой. В свою очередь представители этих благотворительных фондов отметили некоторые сложности в процессе осуществления их деятельности. Проблемы есть с получением разрешительных документов и согласованием проектной документации с госорганами. В заключении собеседники сошлись на том, что было бы хорошо создать координационный совет с участием представителей фондов и профильных ведомств. И на этом у нас пока все. Смотрите наши дальнейшие выпуски новостей. Я с вами прощаюсь. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...